Пришли на выставочку в Game City. Видите, специально есть отдельная очередь для тех, кто хочет пройти контроль и получить специальный браслет, что ему есть 16 или 18 лет для специальных игр с насилием. Вот, в прошлый раз мы его получили, да? Получили? Непонятно. А мы поиграли в Assassin's Creed? Да, все, не зря получили. В этот раз в планах стоять в очереди нету, тогда два часа на это ушло. Ну попробуем, в общем. Нужно показать, значит, аусвайс какой-то и вам дадут специальный браслетик. Ну, помимо того, что мы получили вот такие вот шикарные браслеты, кстати, у нас красные, типа мы старые, вот, а там еще дают помоложе людям желтые, типа они 16-летние. Тут еще как бы какая-то память написана, типа, как бы, Ихвардабай, типа, я был здесь, вот. Ну и написано, твой возраст, 18, хотя это вранье почти в два раза больше уже. Аудитория этой выставки тупо школьники, вот, потому что она бесплатная, их здесь тысячи, миллионы. И старпер. Школьники и старпер. Вот, видите, школьники, школьники. Прикольно родителям, они ничего не платят, экономят, а дети здесь с ума сходят, забивают все стенды, вот. И, наверное, это минус, если бы хоть пару евро сделали, боже, школьники дома остались и нормальные бы старые люди могли поиграть в всякие прикольные игры. Да, не самая пока еще большая очередь, видимо, школьники еще пока не съехались. PlayStation VR, ксюха, будем стоять PlayStation VR? Я думаю, надо постоять по-любому, это же PlayStation. Ну, VR. Предприимчивые вон школьники, значит, заняли впереди очередь на этот ссаный PlayStation VR. И продают реально, ходят места по 5 евро, вот там вот в очереди впереди. Реально простояли в очереди сколько простояли? Минут сорок, сейчас? Пять часов, мне кажется. Пять часов, реально, решили в рот, оно и бис тут VR, господи. Главный зал, кстати, в прошлом году, когда мы здесь были, здесь было просто какой-то полный ад, да, битком все. А сейчас, на удивление просторно, наверное, не все еще пришли со школы, пацаны. Снова, шуточка, школьников. Школьники. Wii U. Кстати, уже в прошлом году писал. Реально, по-моему, самая большая аудитория у Nintendo всяких, там, 3DS. Wii U, это как раз немецкоговорящие страны. Потому что здесь реально, посмотри, битком очереди на какие-то очень странные, странные игры. Это Марио, настоящий Марио. Марио, привет, как дела? Я твой фанат, Марио. Он меня заметил, заметил. Только хотел сказать, что с косплеем очень плохо здесь. И как бы вот... Ну, понятно, это не обычные домашние косплееры, это профи, но выглядит очень круто. И с года в год, любимая экспозиция моя. Совершенно тормозная игра на малюсеньком мониторе. Это для детей, которые себя плохо ведут. Реально, такое мы покупаем. Пусть симулятор. Это самая веселая экспозиция. Значит, ты играешь за орла, летаешь. Видимо, отстрешь на всех, не знаю. Может быть, пшено какое-то клюешь. Совершенный дичь тоже VR. Кто в этом году не смог съездить, покататься на горы. Можно купить себе эту игру. Отлично, дома проводить время. Друзей позвать там. Ну, в общем, нет смысла больше ехать на каталку. Ну, нашли робота. Помните, да, про пики точеные? Пики обезопасены, но все-таки реально надо поискать, где у него второе. Не хватает тут, короче, у него одного элемента. Совершенно дикий уровень интерактивности. Ты берешь мелкую фигурку, ставишь ее туда, и она появляется, судя по всему, на экране. Не знаю, кому это может быть нужно, но детям его нравится. Тупо VR в кубе. Машинка и маска, и вообще. Человек реально забыл монитор поставить. Просто сидит, не знаю, гладит джойстик для наркотики. Наркотики хорошие подают на этой выставке. Мой любимый зал ретро-игр. Я, конечно, не знаю, понимают ли школьники во что они играют, но вы поняли, да? Тут понятно, один друг как всегда бьет другого. У меня такое тоже было. Смотрите, какая четкая классная картинка. Да, смотри, Ксюха. Такая картинка отличная, черно-белая. Сейчас в Индии игры современные как раз. Это красное золото. Это как раз такое. То есть кто-то бы сказал, если бы покажи какому-нибудь чуваку, я бы реально подумал бы, что... Ах ты твой мать. Ты не очень играешь. Вся аудитория Nintendo 3DS тупо здесь. Вот они. Вот они люди, которые родились... Сколько года? Более 6 назад, да? Или 5. Пуколки. Которые сколько? Долларов по 50, да? Каждая, наверное. Точно знаю. Кстати, смотрите. Мини-Нинтендо, а этот Нинтендо. Это вообще... Вообще мечта. Ну, хотя нахера она нужна, ладно. Вот снова дикие совершенно игры. Что хочешь, Зайчик? Какие? Выбирай все, тебе купим все, что хочешь. Ха-ха-ха. Ну, это для камеры. Для камеры. Надо, значит, взять такую бумажку. Сыграть в 5 этих вонючих странных игр. Из нормального здесь только Соника вижу, и кто не уверен. А еще Марио, ладно. И, значит, потом за это тебе, возможно, дадут вот такую вот желтенькую масочку пикачу. Или кошечку, или вот эту вот хрень какую-то. Блин, ну не знаю. Опять игр, надо себя заставить поиграть. Очень-очень страшный косплейщик, реально. Все его боятся. Дети писаются. Страшно? Ха-ха-ха. Очень страшно. Ха-ха. Ха-ха. Пойдем, аккуратненько отходим, отходим. Пока. Ха-ха-ха. Вот как падок-то европеец на шару. Смотрите, это все огромная очередина. Тупо шаровой сок дают. Смотрите, стоишь час, подходишь, бутылку сока берешь и пошел дальше. Пойдем и тоже станем и себе, Оксана. Ха-ха-ха. Это все очередь за соком. За соком. Все хотят сока. Реально, такой нет очереди на PlayStation VR, как есть за соком. Ха-ха-ха. Пикачу мы не добыли. Нам дали вот такую сумку. И самое главное, самое ценное, это скидка на Fernbus симулятор, ну или симулятор водителя автобуса. Реально. Девочка, когда мне отдавала его, реально сама смеялась. Сохраним, это очень ценное. Вообще, выставка реально слабее, чем была в прошлый раз. Там в прошлый раз fallout, были какие-то активности, подарков куча. Сейчас ничего не допросишься. Пикачу эту маску не дали, Ссану. В очереди в ней попали. В общем, как-то она вот этот прошарик. Вот эта девочка, помните? Все, выключается.